Смарт-ридинг. Крупнейшая библиотека-саммари на русском языке. Еженедельное обновление в текстовом и аудио формате. Подписка на библиотеку на сайте smartreading.ru Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса? Автор Насим Талеб. Мы боимся неопределенности и стремимся приручить будущее с помощью прогнозов. Но на этом пути регулярно попадаем в просаг. Будущее преподносит сюрпризы, чаще всего неприятные. А прогнозы сбываются с точностью да наоборот, что ведет к убыткам и потерям. Как обуздать стихию случайности и научиться не просто с ней жить, а извлекать из нее пользу? Для этого следует понять, что такое антихрупкость, и выработать в себе навык находить ее в любых явлениях или вещах, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Антихрупкими можно считать вещи и явления, которые сохраняют свои свойства в экстремальных ситуациях, регулярно подвергаясь стрессу и проверкам на прочность. Чтобы справиться с неискоренимой неопределенностью будущего, следует научиться защищаться от рисков, не моделируя их, а делая максимально антихрупкими. Но как это осуществить? Принимая решение о том, как организовать или расширить бизнес, куда инвестировать средства, следует ли соглашаться на операцию, предлагаемую врачом, знайте, что человеческому организму и жизнеспособному бизнесу требуются периодические стрессы и встряски, что искусственная стабильность обернется еще большими потерями, что природа умнее нас, и не стоит лишний раз вмешиваться в работу систем, функционирующих и без нашей рационализации. Узнать об антихрупкости, так же, как и научиться создавать антихрупкость, будет полезно каждому, но особо людям, которые принимают решения за многих. Что такое антихрупкость? Чашка нерезиновая. Фарфоровая чашка хрупка. Если упадет на пол, неминуемо разобьется. Она не любит случайностей. В мире много хрупких вещей, явлений и компаний, которые не справляются с нагрузками, разбиваются и гибнут даже при небольших незапланированных воздействиях или ударах судьбы. В отличие от них, здоровый человеческий организм, динамично развивающийся город или востребованная технологическая инновация от переменчивости и стрессов, физических нагрузок или экономических встрясок, становятся только сильнее и развиваются динамичнее. Они не просто крепки или эластичны, а антихрупки. Информация тоже бывает антихрупкой. Книги, которые запрещают, наоборот, часто становятся от этого лишь популярнее и в конечном счете взламывают запреты. Спасибо.